Теперь поработаем со вторым генератором. Здесь должна быть синусоида, и громкость поднимем до сотни. Грубая настройка Course на 26 и Fine минус точка 4. Вам может показаться, что это не очень подходящий вариант для пэда, но не волнуйтесь, скоро мы все сделаем как надо. У второго генератора есть два новых параметра. Во-первых, синхронизация. Когда она включена, второй генератор синхронизируется с первым и находится в его подчинении. А это значит, когда цикл первого генератора заканчивается, второй генератор принудительно перезапускается. Это очень хорошо для создания ведущих партий. В нашем случае оставим это выключенным. Вторая новая опция. Это включение частотной модуляции. Частотная модуляция, или FM, происходит тогда, когда частота одного генератора, называемая несущей, модулируется частотой другого генератора, модулятором. В прологе первый генератор – это модулятор, а второй и третий – несущие. Чтобы включить частотную модуляцию, нажмите вот здесь. Слышите разницу? Уровень модуляционного сигнала, который применяется, можно регулировать с помощью ручки Ratio. Давайте отключим частотную модуляцию. И, наконец, третий генератор. С этим генератором мы поступим несколько по-другому. Установите здесь синусоиду – sign. Теперь установите уровень где-то в районе 70. Ручку course поставьте на 21. Теперь отключите трекинг. Возможно, вы думаете, что этот парень там крутит? Звучит какая-то грязь. Не волнуйтесь. Когда мы закончим, вы поймете, зачем я это делаю. Давайте перейдем к контроллерам, которые находятся в серой области интерфейса. Во-первых, ручка Drive. Она регулирует уровень сигнала, поступающего на фильтр, который в центре. Выведем полностью вниз. Следующая ручка Emphasis управляет резонансом фильтра. Она по-разному действует, в зависимости от выбранного фильтра, но тем не менее связана с резонансом. Звучит прикольно, но для моего примера я это уберу. И вот в самой середине у нас находится ручка для выбора фильтра. Все кнопки вокруг ручки среза Cut Off служат для выбора типа фильтра. Здесь есть фильтры, пропускающие высокие частоты, полосовые фильтры, пропускающие низкие частоты. Давайте выберем фильтр, пропускающий низкие частоты на 24 дБ. А частоту выберем в районе 10,2 кГц. Каждый из этих фильтров имеет два или больше субфильтров. Срез для них мы можем регулировать с помощью ручки Shift. Давайте поставим около 11. С помощью ручки Tracking мы можем установить, чтобы фильтр изменялся с изменением высоты нот. Если фильтр ставится в положение после 12 часов, то частота среза возрастает, чем выше мы играем на клавиатуре. Соответственно, при установке в другую сторону от 12 происходит обратное. Давайте поставим на 6. Чем выше будем играть, тем звук будет мрачнее. Мы можем использовать ручку Ring, чтобы складывались сигналы первого и второго генератора для создания звука типа колокола. Мне нравится текстура звука, но для своего тембра я это, пожалуй, отключу. Вы можете это сохранить, если вам нравится. Мы можем добавить шум, используя ручку Noise. Это может пригодиться для имитации ветра, дыхания и симуляции духовых инструментов. Но шум нам также не нужен. Отключим его. Субтитры создавал DimaTorzok